Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на канале Лоботнадского телевидения в студии Андрея Симоненко. Предлагаю обзор событий дня. Вначале коротко о сегодняшних темах. Государство стремится поддержать предпринимателей. Любую доступную помощь готовы оказать органы местного самоуправления. Пришедшая весна заставляет опасаться сюрпризов сверху. Коммунальщики получили задание в кратчайшие сроки очистить крыши. Пользуйтесь чат-ботом «Умный помощник» для обращений. Госжилный отзор проводит проверки по жалобам ямальцев. В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей встретились свидетели страшных событий и их потомки. На Ямал пришла третья партия вакцины «Спутник М» для подростков. Инструментальный ансамбль педагогов «Дыши» и «Бревис» отмечает свой юбилей. Десять лет. Торжества пройдут на сцене. Любую доступную помощь предпринимателям готовы оказать органы местного самоуправления. Глава городского округа Марина Трескова заинтересована в этом не меньше, чем они сами. Местные предприниматели получают разные виды поддержки на создание и поддержание на плаву собственного дела. Окружной центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» год назад запустил программу, благодаря которой бизнесмены могут возместить расходы на покупку франшизы. Такой мерой поддержки воспользовался лабытнанский предприниматель Сергей Четин и в сентябре открыл кафе «Пекарня», которое уже полюбилось жителям города. По старой русской традиции отведайте хлеб солью. Хлебом и солью встречал гостей владелец любимой пекарни. О том, как сейчас обстоят дела у предпринимателя, лично пришли узнать глава городского округа Марина Трескова и начальник управления экономики Виталий Баев. Вкуснейшую и свежайшую выпечку пообещал Сергей Четин, когда осенью распахнул двери кафе «Пекарни». И свое обещание сдержал. Вот уже семь месяцев жители с удовольствием приходят за разнообразным ассортиментом выпечки. Насколько нравится, я так понимаю, что здесь не первый раз, да? Да, но у меня внук любит. А, внук любит? Да. И внук и вас приобщает, я так понимаю. Любимая пекарня старается удивлять своих покупателей. Коллектив уже готовит вкусные и интересные изделия к празднику Светлой Пасхи. Будут интересные позиции в плане куличей. Рецептура разрабатывается. И уже, в принципе, разработана. То есть, сейчас мы разрабатываем уже на выпеках, как это все будет, украшения. То есть, мы экспериментируем. В день пекарня производит полторы тысячи единиц готовой продукции. Из-за международных санкций сырье для выпечки подорожало. Но предприниматель старается сдерживать цены. Более того, вопреки временным трудностям, владелец планирует расширяться и открывать новые точки. Органы местного самоуправления готовы оказывать разную помощь. Все предложения по поддержке бизнеса обсуждаются на инвестиционном совете с участием самих предпринимателей. Сегодня на региональном уровне, безусловно, обсуждается вопрос компенсации затрат на приобретение ингредиентов. Но не все измеряется деньгами. У нас есть еще и имущественная поддержка. И если сегодня учреждения социальной сферы, которые предоставляют услуги, например, катания на льду массового, еще и будут присоединять к себе вот такие замечательные площадки по реализации хлебобулочной продукции на праздники, то это, конечно, будет здорово. Мы расширяем тем самым спектр предоставляемых услуг населению. Открыть пекарню по франшизе предпринимателю удалось при поддержке окружного центра «Мой бизнес». В условиях санкций бизнес-сообщество может рассчитывать и на дополнительные меры поддержки, которые им готовы оказывать. Карина Щербакова, Григорий Волков, программа «Время местное». Аллыбутанские школьники только начинают обучаться финансовой грамотности. Для ребят запланированы встречи с предпринимателями, проведение квест-игр, мастер-классов, тематические уроки. Занятия проводятся в рамках нового проекта «Бизнес-инкубатор для детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации», который реализуется за счет гранта губернатора Ямала и софинансирования фонда президентских грантов. Подробности в следующем репортаже. Сегодня я их познакомлю с инвестициями, и потом мы разберем с ними несколько финансовых ситуаций жизненных. Как люди ошибаются, они будут сами делать выводы в этих ситуациях, чтобы не допустить таких же ситуаций в будущем. Там есть кто набрал слишком много долгов по кредитной карте, есть кто решил сделать слишком дорогой ремонт стоимостью в два года жизни зарплаты. Но это они уже увидят все сегодня. А так с инвестициями хочу познакомиться, чтобы знали, что можно делать со свободными деньгами. Как 100 рублей превратить в 1 миллион? Хранить деньги в сберкассе, как советовал один из популярных героев советского кинематографа, давно невыгодно. Чаще всего банковские вклады не компенсируют инфляцию. Кто мне скажет, как это можно сделать? Вклад. Ну, а там есть. Что там есть? Инвестиции. Инвестиции. Возможности и риски инвестиций для новичков – тема очередного занятия. Школьники внимательно слушают педагога. Это четвёртое занятие в рамках нового проекта. Он называется «Бизнес-инкубатор для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации». Но участвовать в нём могут все желающие школьники. Финансовая грамотность – не только залог собственного благополучия в будущем, но и процветания всей нации. Детям это достаточно интересно изучать постепенно. То есть ещё не все, правда, понимают иногда, что это будет им столь важно в жизни. Но большинство прекрасно понимает, что им эти понятия пригодятся. На третьем занятии мы наблюдали, насколько интересно детям. То есть у них появился интерес от занятий. Преподаватель очень хорошо, доступно объясняет, что даже не только детям это интересно, но и взрослым. Чаще всего именно взрослые советуют детям участвовать в проекте. Например, Александра Микрюкова на занятия отправила мама. Пусть я ходил, конечно, только на одно занятие и мало чего запомнил, но усвоил вещи одну, то, что здесь учат взрослые жизни, как обращаться с деньгами. Мне понравилось занятие, и я буду посещать все остальные занятия. В рамках проекта запланировано 20 занятий. По завершению обучения все участники получат памятные призы, а лучшие из них – ценные подарки. Ирина Якубова, Евгений Садыков, программа «Время местное». Резкое потепление пришло в наш город в минувшие выходные. Положительные температурные показатели обещают продержаться как минимум неделю. Все это добавило работы коммунальщикам. Необходимо усилить работу по оперативной очистке от снега крыш жилых домов и дворовых территорий. В администрации города прошло внеплановое совещание с участием руководителей управляющих компаний Лабытнанги и поселка Харп. Апрельские приметы не только копель, но и коммунальщики на крышах. Сейчас звенья альпинистов работают в оперативном режиме. Столбики термометров резко поднялись выше нуля, и, судя по прогнозам, собираются на этих отметках задержаться. Снег с кровель жилых домов и административных зданий в течение зимы, конечно, убирался. Но, к сожалению, в наших климатических условиях невозможно сделать так, чтобы одного раза было достаточно. Сейчас в связи с резким потеплением снежные массы в тех местах, где они еще остались, готовы в любую минуту сорваться вниз. Рабочие торопятся. Сегодня еще до обеденного перерыва времени много, уже есть 600 квадратных метров. Уже зачищено. В некоторых местах работы осложняются тем, что изначально еще на уровне проектировки домов были предусмотрены не все возможные природные явления Севера. В городе многостроений, где ограждения на крыше, установленные для удерживания снега и льда, не только не спасают от схода больших лавин, но и сами, не выдержав тяжести, представляют опасность. На данный момент происходят работы по снятию ограждения кровли, так как в связи с сходом не выдержала конструкция. Ну и на сегодня запланировано три дома по очистке. На совещании в администрации обсуждали возможности скорейшего избавления города от стремительно тающего снега. Речь шла в первую очередь об очистке крыш и дворовых территорий. Прогноз погоды заставил коммунальные службы перейти в режим турбо. В ежедневном режиме у нас управление лично-коммунального хозяйства мониторит работу, включая и субботу, и воскресенье, нужно дать должное. Очистка дворов производилась, мы это фиксировали. Но, тем не менее, усиляться нужно, потому что в ближайшие пять дней будет резкая таяня снега. В сложившейся ситуации главное избежать ЧП, поэтому работать нужно на опережение. Все руководители управляющих компаний и ТСЖ городского округа получили задание избавить от снега крыши всех домов. Крайний срок – ближайшая пятница. Ольга Болдырева, Николай Снегир, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». За первый квартал этого года в адрес Департамента государственного жилищного надзора Ямала поступило 572 обращения граждан о нарушениях их прав со стороны управляющих организаций. Эти обращения – основания для проверок. Основные жалобы касались действия, а чаще бездействия управляющих компаний и ТСЖ. 55%. Оплаты жилищно-коммунальных услуг – 28%. Неудовлетворительного предоставления коммунальных услуг – 9%. Инспекторами рассмотрено 485 обращений. По итогам контрольно-надзорных мероприятий выдано 69 постановлений и 116 предписаний. 87 из них находятся в работе. Всего с начала года инспекторами вынесено штрафных санкций на общую сумму 2 млн 646 тыс. рублей. Департамент напоминает, при возникновении внештатных ситуаций в многоквартирном доме необходимо в первую очередь сообщить об этом в аварийную службу управляющей организации. Если она бездействует, жалобу можно направить в департамент через систему ГИС ЖКХ или обратиться в ведомство письменно по адресам территориальных отделов. Также инспекторы в оперативном порядке проводят консультации и дают разъяснения в социальных сетях. За первый квартал от жителей округа поступило более 150 таких сообщений. Для решения вопросов напрямую с управляющей организацией ямальцы могут воспользоваться чат-ботом «Умный помощник». Чат-бот формирует письменное обращение и направляет его в управляющую организацию. Кроме того, департаментом госжилнадзора еженедельно проводится мониторинг обращений граждан, которые размещаются в открытом доступе на специальном разделе «Реестр обращений граждан» в ДГЖН Ямала за неделю на сайте ведомства. Это дает возможность управляющим компаниям самостоятельно отслеживать запросы жителей округа и оперативно на них реагировать. Единый расчетно-информационный центр Ямала размещает уведомления об ограничении электроэнергии на своем сайте. Должники из электроэнергию могут найти свой адрес в списке на отключение ресурса. Реестр с адресами неплательщиков охватывает все города и поселки округа, где расчетно-информационный центр является агентом поставщиков ресурсов. В уведомлении указываются период, за который накопилась задолженность, сумма долга и т.д. Согласно постановлению правительства номер 354, если услуга не оплачивается в течение двух периодов, по сути двух месяцев и более, поставщик вправе ограничить подачу ресурса. После размещения уведомления на сайте единого расчетного центра или вручения его другим способом у потребителя-должника есть 20 дней для того, чтобы оплатить счет на электроэнергию. В противном случае подача ресурса будет ограничена. Получить его вновь можно только после полного погашения долга и оплаты дополнительных 3000 рублей работы по отключению и подключению электроэнергии. При этом надо учитывать, что свет в квартире не появится одновременно с выдачей чека об оплате. На возобновление подачи электроснабжения у специалистов есть два рабочих дня, сообщает пресс-служба Расчетно-Информационного центра. 11 апреля во всем мире отметили памятную дату – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В молодежном центре прошла встреча юно-армейцев с гостями – Советом ветеранов. За круглым столом обсуждали страшные события Великой Отечественной войны. Подробности в следующем репортаже. Лагеря смерти затронули в период Великой Отечественной войны больше пяти миллионов граждан Советского Союза. Каждый пятый узник был ребенком. Юно-армейцам показали документальный фильм, где выжившая узница рассказала о своем путешествии в ад. Александра Алексеевна еще подростком попала в польский Освенцим. В лагере смерти она пробыла три года. Ей удалось выжить и дождаться освобождения советскими войсками. Слезы на глазах от ужаса тех роковых событий были у гостей мероприятия. Этот фильм никого из присутствующих не оставил равнодушным. Ребята, помните, что Россия была, есть и всегда будет великой страной. Никогда ни одно государство в мире, не верьте никому, этим дядюшкам в целом за границей, что они хотят видеть нас, нашу Россию. Богатый, могуч, вы это видите сами. Это очень тяжело воспринимать. Я представлял, что фашисты были очень суровы и очень жестоко относились к людьми, но я не представлял, что настолько убивать маленьких детей и заставлять их родителей выкидывать трупы. Это очень жестоко на самом деле. И такое в голове не укладывается. Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей есть и в нашем городском округе. Галина Петровна Богатырева, Валентина Григорьевна Ганжа и Анна Ивановна Степаненко. Специально для сегодняшней встречи молодежный центр записал с ними видеоролик для подрастающего поколения. У меня, когда я маленькая была, плакала. И Мизера бросила лужи. Мама кинулась ко мне. Он прикладывал ей с винтовки, ударил. Мама потерялась в воде. Я маленькая была, говорю, не раю. И мама не плачь, не плачь. Я не знаю, что мама потерялась в воде. Не спи, мама, не спи. По состоянию здоровья никто не смог посетить мероприятие. Но мы сняли видео одной из узниц. Она сейчас находится в Мядика, в Харпи. Сняли ролик. В короткие буквально минуты показали ребятам. И за счет такого живого ролика мероприятие прошло очень эмоционально. Но многие запомнили, что это такое. Может быть, кто-то для себя что-то новое узнал. И цель, которую мы поставили, это напомнить о тех событиях, была выполнена. Биографии этих людей – настоящие уроки мужества для молодого поколения. Мы должны помнить о том, кто ценой собственной жизни спасал нашу родину. Анастасия Шаховцова, Сергей Антропов. Программа «Время местное». Окружной склад Ямальского спидцентра получил очередную партию вакцины для подростков «Спутник М». 500 доз препарата. Это 1000 ампул. Они будут распределены и отправлены в муниципалитеты округа. Это позволит привить 500 подростков. «Спутник М» – вакцина, аналогичная препарату «Спутник Ви», но содержащая в себе меньшую антигенную нагрузку. Препарат рассчитан на подростков от 12 до 17 лет. Препарат вводится двукратно с интервалом 21 день. В весенний период ежегодно увеличивается количество поездок в другие регионы. Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится добровольно, по письменному согласию одного из родителей или согласия самого подростка, достигшего возраста 15 лет. Перед прививкой ребенка осматривает педиатр. Противопоказаниями для проведения процедуры являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, возраст до 12 лет, остроинфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронического заболевания. На Ямале вакцинация детей и подростков началась в конце января. На сегодняшний день в арктическом регионе привито 647 подростков. 475 из них завершили оба этапа иммунизации. Инструментальный ансамбль педагогов ДШИ Бревис отмечает свой юбилей – 10 лет. Праздничный концерт пройдет уже в эту пятницу в городском Доме культуры. В программе выступления собраны лишь лучшие номера. Музыка Бревиса – это подкупающая своей искренностью и обаянием профессиональное владение инструментами, смелые эксперименты и жанры. Светлане Келе удалось побывать на репетиции юбиляров и выяснить, в чем заключена формула их успеха. Бревис всегда подкупает зрителей своей уникальностью и качественным исполнением. В их репертуаре сотни произведений от классики до джаза. Музыканты не просто их играют, они переживают это на сцене. Музыка, она всегда о чем-то рассказывает. То есть мы выходим на сцену, мы говорим, что у нас случилось. Пусть мы говорим это звучанием каких-то там своих инструментов, но это всегда рассказ о своей жизни, о своей боли, может быть, о своей любви, о своих восторгах. Ой, глаза, наконец-то глаза. Знаешь, как сложно. Не знаю, как вы вообще справлялись с этим. Из моих глаз. Ставьте глаза. Сегодня Екатерина Путряева – приглашенный артист, хотя еще восемь с половиной лет назад стояла у истоков создания коллектива. Тогда идея объединить на сцене баян, скрипку, рояль, бас-гитару, ударную установку и вокал ей показалась смелой. Уникальные возможности инструментов делают это звучание оригинальным. Чарующие флейты, волшебные звуки. Музыкальная партия инструмента мелодично и красиво вписалась в произведение. Сочетание серьезной симфонической, легкой популярной музыки и вокала называется классическим кроссовером. Анастасия Самылкина – голос Бревиса. Уникальность коллектива, считает она, заключена в их единой цели – подчинении музыке. Если говорить о возрасте, 10 – это наименьшее двухзначное число, но для коллектива я считаю, что это уже достаточно солидный путь, который музыканты проделали вместе, достигая побед. Участие в составе Бревиса – это отдушина и возможность заниматься творчеством, потому что, как правило, у педагогов очень мало времени на себя и на свое творчество, а вот Бревис – это как раз-таки наше отдушина. Галина Пригоровская в педагогическую команду ДШИ и, собственно, в Бревис пришла с легкой руки Константина Самылкина. Он-то и является тем самым движителем творческой команды. Создавая ансамбль, руководитель поставил цель – получить звание академического. И они его получили. Стремились делать все качественно, культурно, эксклюзивно, неповторимо. В чем уникальность вашего коллектива? Состав. Таких составов, по крайней мере, их крайне мало. Они вот такого вот состава лично я не видел. Запуская творческий проект под названием «Бревис», Константин Самылкин делал ставку на музыкальный симбиоз. И она сыграла. Все 10 лет артисты профессионально экспериментируют с жанрами и стилями. Светлана Кельникова, Снегин. Программа «Время местное». Это все на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт lbtv.ru и подписывайтесь на группы во всех популярных социальных сетях, в том числе на новый канал в Телеграм. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!